здравствуйте дорогие друзья и так бритьё из предыдущего обзора мы узнали что старая добрая английская компания и спустя несколько сотен лет остается старой доброй английской компании и что пришив иногда все-таки не надо называть этим словом потому что это все-таки настоящий авто шейф это первое второе авто шейф иногда работает не только как авто шейф на может работать и как одеколон что касается станков то для хорошего станка и 50 лет не возраст это тоже из прошлого обзора ну и мал да удал маленький помазок не значит что он плохой он тоже может работать прежде чем мы перейдем к основной части нашего шоу хотел бы сказать вам спасибо всем тем кто отдал свои голоса и благодаря кому мы вначале вырвались с нуля на четвертое место с четвертого нас оттеснили опять на пятое и чем это закончится сейчас вообще пока совершенно не известно от всей души надеюсь что вы набираетесь после второго после первого рывка на второе дыхание еще отдыхалка откроется как дадим дадим так что ребят кто не спрятался они а нет кто не проголосовал может это сделать ссылку внизу под видео я оставлю ну а пока прошу вас посмотрите на крупном плане что у нас будет сегодня на бритье пока вы смотрите а я тут подведу кое-какие подготовительные мероприятия все давайте на крупный план станок паркер индийской компании который приходит вот такой коробочке сверху крышечка здесь была глушка но скорее всего бывает что еще и с пачкой лезвий длина станка почти 11 сантиметров ширина головы стандартная комфортная для меня 44 миллиметра вес станка 86 грамм станок трех составной имеет длинную ручку посередине накатка не ярко выраженная но достаточно для того чтобы тактильно сцепить вас с этой ручкой а вот на окончании здесь утолщение и накатка сама по себе уже гораздо мощнее на ручке здесь ничего нет баланс баланса где-то в первой трети до где-то в первой ручка откручивается достаточно удобно по весу на нержавейку не тянет скорее всего это какой-то сплав голова внешне как вы уже обратили внимание очень сильно напоминает мюллевскую лишь чуть-чуть вот нижней частью кромки есть различия вот так выглядит изнутри станок зарекомендовал себя как достаточно агрессивный и злой поэтому будем использовать сегодня лезвия в которых я уверен и которые я знаю это персона наша израильская ну смысле ну да наша израильская персона платином хром и зеленая астра от азиза я в них в обоих уверен начнем наверно с того чего поближе зеленая астра вылет лезвия я вижу как равномерный посмотрите какой зазор между нижней плитой и лезвием достаточно большой кремом у нас сегодня будет аксалют от mondial это у нас gift and care момент расстарался но тут я не совсем все понял дело в том что он прислал пробник вот такой вот здесь зеленый такой темно 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 зеленый квадрат на котором написано аксалют home дело в том что на сайте я не нашел такого темно-синий есть темно зеленого нет ну будем разбираться что тут не так так это тут с какой стороны вот так крем ну да ребята пахнет пахнет расскажу потом ну по большому счету нам на разок здесь побриться хватит а большего нам и не надо асташей вам сегодня будет winder от компании старой доброй английской диар харрисон который предоставил опасная бритва рф фирма старая фирма добрая продуктов много аккредитованы при королевском дворе не все продукты однозначны например сандал ну для меня он слишком мощный оказался и я его подарил другу а друг от него фанатей блин самый лучший сандал который я пробовал так что ребята на вкус и цвет товарища нет вот и все пошли наверх на и там Сейчас попытаюсь сделать пришейф из этого мыла. Оно достаточно такое мягкое, то есть в принципе у нас сейчас это должно получиться, пахнет интересно, пока не могу разобрать чьем, но запах очень приятный, это негалимый ярко выраженный барбар шапп, это что-то другое. Ну вот так пускай кушает маленечко, так пока кушает, давайте мы наверное сразу и замочим. Я сразу решил положить компресс, потому что думаю обойтись сегодня без чаши, попользоваться будем Вилонг, такой вот видите с удлиненной ручкой помазочек от Diffencare Moment, нам его подогнал наверное где-то пару-тройку месяцев назад, да нет, наверное месяца полтора. И попробуем сейчас загрузить помазок и сразу же перейти на лицо, хотя сами согласитесь, с такой-то ручкой в принципе можно было бы и в чашу поработать. Ага, а уже вот, видали, все, наверное так ребята и сделаем, наверное в чашу-то перейдем, потому что я боюсь, что только на пушке уже все кончилось. И если мы будем рассчитывать только на помазок, как бы мы вообще без пены не остались, а так в чашке, хочешь не хочешь, что-то достанется. Ну ладно, наложили компресс, да наложили, ничего страшного. Пена сбивается активно. Угу, и даже интересно. Так, а давайте-ка маленечко еще воды добавим. Даже, наверное, еще маленечко. На сайте гифенкер я нашел только цитрусовые варианты вот этого вот мыла от Мондиаль. Более ничего. Там упоминается, что, ну это не цитрус, я почему-то сейчас сказал. Упоминается, что все мыло делается из ингредиентов натурального происхождения, никакой химии. Так ли это, я не могу сказать. Но, судя по пене, смотрите, ребят, тут, блин, все в порядке. Пена уже, что надо. Но я не хочу на этом останавливаться. Давайте еще маленечко водички добавим. Вот так вот. Я вот чувствую, что вот так еще надо. Правильное было решение на чашку пейки. Смотрите. Все в порядке. Ой, о, 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 как. Да, с пеной все зашибись. Так, отлично. По идее, вот сейчас должен был быть компресс, но раз мы его уже сделали, дублировать не будем. Просто смочу вот так, лекада и все. И давайте нанесем пену. Укрывистость хороша. Устанок имеет какую-то странную такую славу. Много людей он настраивает против себя. Именно не агрессивностью, а как бы злостью, что ли. Именно поэтому я поставил тележи, в которых уверен. Ребят, отличная пена. Ну, посмотрим, как еще в бритье пойдет. Итак, первое у нас астро-зеленое. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Парни, как это не странно, каких-то основных отличий, таких кардинальных, прям, був! От 89-й головы, во-первых, не вижу, во-вторых, та злость, про которую все говорят, я ее пока тоже не чую. Возможно, виной тому лезвие, что вот мягкое лезвие поставил. Проблемные, труднодоступные места заходят вполне сносно. Проблемные, труднодоступные места заходят. Блин, мыло явно больше, чем достаточно. Проблемные, труднодоступные места заходят. все все парни осталось только на подбризку составил представление как бы есть понимание что из себя представляет станок именно на зеленой рапире и прошу прощения на зеленый астри давайте сейчас попробуем на израильской персоне без разницы как вы нижнюю голову кладете главное чтобы вот с прожилками вверх анникелированная сторона была вниз то есть хоть так вот так и поворачивать так ну здесь у нас видеть уже маленько подсохла давайте это освежим местами я вижу провалы то есть оседает и вот осела нехорошо помазок если рука не устает лежит в руке прям в кисти прям вот как прописанный как родной чашки сами понимаете работать более чем удобно как так и 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 за счет ручки получается что вы не работаете по лицу а просто отдыхаете но у вас релакс полный даже напрягаться не надо то есть не кисти вот так вот вытянете вот так а просто так тынь-тынь-тынь-тынь даже рукой можно не водить да пена маленько подпадает за счет чего это происходит не понимаю самого начала там ее хорошо сделали чашки тоже она не падает чашки тоже все в порядке поэтому тут вопрос опять же на скольжение это никак не отображается наносится ровным толстым хорошим таким слоем пока пока для меня вопросы остались неотвеченные почему этот станок не нравится людям я сейчас пытаюсь сам себе на этот вопрос ответить где его злость где его агрессивность пока ответа не нахожу ну это так просто пока на завика складывается в голове на заключительном слове я думаю все уже сложится и мы сможем более детально об этом поговорить это так просто мысли вслух пробежали ну по идее все тут уже подбревка это я уже на ивы повыделывался чтобы вот просто нанести потому что пены более чем нам уже кроме как снять ничего не осталось лекальная операция то есть последние все ребят все и и давайте по нашей традиции посмотрим что же у нас осталось чашки то ну тут трудно как-то более-менее адекватно ценить судить потому что по сути весь крем который был но тут еще осталось ведь весь крем который был у нас образцовываем и его и зафигачили ну тут написано конечно сколько грамм ну реальности мы конечно резали больше чем надо было и вот что у нас есть вот это для меня тоже непонятно вот смотрите обалденная хорошая пена крючочки прям аж вот прям как доктор прописал а на лице видели как спадала то есть ну спадала не спадала побриться обеспечила и здесь он стоит так что вот не ответил не ответил вопрос есть но ответа на него нет ну все дайте мне пару секунд сейчас все это уберу шарма просто шарма хорошо я уже несколько раз думал как вот сделать проще так чтобы вот тоже на холодный компресс перейти ну кроме воды конечно слушая каждый раз от ваши комментарии но еще честно сказать не совсем решился потому что теплым уж больно классно найти так прям двух ну не теплым гроза 50 60 то есть получается это такой двойной вот после него сейчас если еще холодным пробежаться от это было бы да это было бы интересно ну не факт не буду я занимать ваше время еще холодным давайте уже перейдем к винтару компании dr harris такое знаете прям дозатор дозатор средний то есть будете настаивать он ливанет ливанет и были не будете знать куда девать поэтому надо так если по чуть-чуть то он и будет по чуть-чуть то то идет тут надо к нему так приноровиться о алкогольный были о ой мурашка побежала ну ребят не могу сформировать то что сразу же приходит то что очевидно то что уже понятно это классика это классика это не авто шейф чистом его виде это возможно даже вот может быть какие-то вот такие вот посылы в сторону даже одеколонов не шипр но вот из этой серии и шипр москва гвоздика там нет 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 просто вот что-то одеколонное все-таки есть понимаете вот не вот я его принимаю как одеколон понимаете вот каких-то таких запахов чтобы он просто сбивали бы с ног и смещали бы твое сознание ты бы улетал в космос и расправлял крылья и хотел орать лететь и просто кулаками в грудь свист и вот нет учета вот нормальный хороший запах ну я точно знаю что вот про такие запахи я сейчас выйду я вот все запахи на любимый обкат это подозревает солнышко это как она вот этот ничего вот этот вот предыдущий который был от тэйлор она сказала так иванов вот меня не будет дома вот и и брызгайся шо за одеколон ты нашел игры солнышко даршот какой одеколон ты чё это же авто шейф убери его вот то есть вот 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 так воспринимая девушка то есть вот видите вот не зашло хотя да парни еще в комментариях тоже писали что там мощность конечно такая драчевая но они сами по себе высококонцентрированы вполне могут служить как одеколон эти тоже могут служить как одеколон но вот у них вот вот я их воспринимаю как нечто недорогое понимаете хотя бы умом ты понимаешь что это не 3 копейки стоит это что-то старое доброе но не старое доброе как вот ты пришел в парикмахерскую это вот это вот седовласый дядька которому уже там 70 80 лет в белом халате ли там белом таком в сертуке и с полотенцем через плечо или подходит ну садись и на все так щечки помассировала потом опасочка так пошел нет а вот что-то вот не знаю ребят нос не ёпнуло вообще запах хороший запах нормальный запах ну скажем так вот для меня лично на трояк вот он плохим его не назовешь и от взрыв мозга он тоже не производит он просто обыкновенный ребят я понимаю это уважаемая фирма я понимаю что и уже под сраку лет извиняюсь и говна она не делает да я это понимаю я просто описываю свои ощущения то есть вот есть люди которым это наверняка заходит он та же самая история вот от diar harris про которую вам рассказывал это сандал прежде чем взять этот сандал я перелопатил на один форум в том числе и забугорный и после того только как вот несколько человек одно и то же сказали что сандал в автошивах самый лучший у diar harris вот только после этого я взял этот сандал и вы представить себе не можете какого было мое разочарование потому что когда его получил во первых это был не тот сандал на которое рассчитывал а во вторых он такой мощный такой ядреный что вы действительно можно было использовать как одеколон просто одеколон так вот раз за ухом и все и вали до вечера там будет пыхать ну путрирую конечно не до вечера он достаточно долго и именно поэтому я его отдал андрею карасеву ребят он нарадоваться на него не может иванов ты ничего не понимаешь это самый лучший сандал от ровно то что я считал на формах вот он не ту же самую песню загоняет понимаете но вот это это фломастер то есть этот как вот человек чувствует так вот он и чувствует это нормально потому что вы индивидуальность каждый человек сам по себе это персона то есть your personal то есть то и ты индивидуальность и каждый раз когда вы обращаетесь ко мне с вопросом вадим может порекомендую это посоветую это посоветую ребята ну как ему не могу я советовал я могу давать только информацию выбирать вам потому что прежде чем вы что-то выберите вы пройдете какой-то определенный процесс муки выбора вы их пройдете внутри у вас все вот это переварит переварится устаканится и только после этого вы выберете а когда вы говорите вадим посоветуй что его так вот пришел скала да не бери вот это бери вот это и чё где муки выбора чтобы все так вы это уже мой выбор не ваш а так не годится вы должны мерить все на себя дальше ну помазок помазок от вилонг это это вивана песня то есть ну это вот лошадь рабочая лошадь вот вот он взял забабашил и вот так вот и работает работает рука на месте вам вам всю харю замылил вы даже чирикнуть не успешно а уже все ты уже мыли весь вот это вот хорошая такая вот интересная лошадка и причем размер это не такие уж и большие в диаметре он небольшой в длину до длину тут есть куда посмотреть а вот здесь и по моему те же самые 22 миллиметра если мне память не изменяет поэтому ну как то так так вот так вот прикрою мал да удал еще один из этой серии что касается уже наконец мыло мыло не понял пенообразование 5 укрывистость 5 какого ляда нас падать стала ну мне же не почудилось вы сами все видели то есть реально пузырьки посыпали снова при всем при том я нормально бреюсь проблем нет и в это же время заглядываю в чашку в чашке все в порядке там ничего не падает никуда ничего то есть получается в толстом слое держится достаточно ого-го-го а как только вы его тонким размазываете так сразу же и проблемы не понял но тем не менее свою задачу она полностью сделала проблем вообще никаких то есть вот тут как бы вот грех жаловаться все на месте все хорошо по запаху по запаху не впечатлило тоже какая-то троечка вы сейчас можете подумать что это у него эта тройка эта тройка мужчина критические дни ребят с днями у меня все в порядке сегодня все хорошо но учета как-то вот так вот серия вложилась то есть вот этот вот тоже по работе хорош по запаху ну ну не вырви глаз ну то есть как-то на эти тоже так вот особо как-то возможно для спокойных людей которые не любят буйство там взрыв красок там какую-то такую свербящую ноту которая делал так вот продавливает сдвиг парадигмы не устраивает это такой спокойный тынь-тынь-тынь поближу да почему нет да да просто хорошо но вот что-то мне каждый раз хочется праздника именно с этой точки зрения я вот это вот все на себя и мерю и рассказываю вам что касается станка тут как все сговорилось сегодня вот только вот помазок едва лезет вот это все прогнозируемо все остальное вот этот не могу объяснить не могу понять почему этот станок попал ко мне объясняю он не зашел андрею карасеву он с ним не нашел общего языка ну то есть он для него никакой ну вот 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 для меня футур такой понимаете он для меня никакой а у андрюха на него нарадоваться не может ты ничего не понимаешь это самый лучший то есть вот тут вот видите как получается и правильно сделал что мне его отдал потому что он для меня какой я вот сейчас вот брею сим переварив в голове ту информацию которую у меня и от знакомых из форума из других источников где люди говорят что до паркер да индия да хорошие хромированное покрытие там на уровне чуть ли не лучше чем у немцев но лучше хуже ребят я не гальваник я судить не могу я просто вижу что вот с этим все в порядке вы сами можете посудить на крупный план кто не верит еще сходите посмотрите то есть действительно да здесь с покрытием все зашибись но я не понимаю тех людей которые ругают этот станок за агрессивность и которые откладывают его в сторону за ту злость которую он одарил хозяина я не нашел здесь никакой злости никакой агрессивности вот мы по моим субъективным восприятием это по сути та же самая восемьдесят девятая голова да маленечко вот здесь вот нижняя часть она отличается 89 она чуть ниже заходит до шо я вам рассказываю вот он тяжелее чем 89 ну ну не такой красивый да да согласен но согласитесь сонька золотая ручка этот ну то есть конечно же отличие есть но тем не менее в бреки его ничуть не хуже и не лучше и не лучше то есть вот тут да вот свербит какая-то мысль что вот он даже чуть-чуть мягче чем 89 но до конца я так не могу сказать объясню почему потому что последние впечатления у меня от 89 они были на рапире платином люкс и здесь другие лезвия хрен его знает если отсюда платину люкс поставлю может он такой же будет как 89 сравнивать не буду но вот сейчас я его воспринимаю как несколько мягче чем последний раз когда у меня была восемьдесят девятая лезвия мне в этом помогли то есть астра зеленая азиз рахмат чёхчега блин забыл ладно потом еще раз посмотрю спасибо тебе большое хорошие лезвия ребята уже раз говорил скажу еще раз зеленая астра эта тема они реально работают это очень хорошие лезвия точно так же равно как и израильская персона то есть это да это эта вещь это хорошо на этом ребята разрешите закончить хотел бы еще раз напомнить про голосование неудобно мне кажется я мужа весь мозг этим выстрелил но тем не менее не могу не сказать потому что серого сердце крови обливается когда захожу и вижу что мы теряем утраченные позиции и по сути то что уже сделали получается что как бы в песок но не совсем песок но теряем теряем поэтому парни если у кого-то еще остался порох пороховница если кто-то насобирает хоть немного ягод ягодицах давайте проголосуйте блин ну если все-таки доберетесь до этой ссылки дурацкой под видео если нет ну может быть просто не время может быть свернемся к этому через годик или чуточку позже а может быть еще и победим кто знает добра вам счастья радости берегите себя берегите своих близких пускай у вас всегда все будет хорошо и дом вам полная чаша до новых встреч с вами был я вадим пока пока